В понедельник на валютных рынках царит атмосфера разброда и шатания. Среди инвесторов началась настоящая паника. Ключевые фондовые индикаторы рухнули вниз, что приводит к падению всех мировых рынков. В памяти участников торгов еще свежего воспоминания об обвале в КНР. И кажется, они не собираются об этом забывать. Они в буквальном смысле бегут от рискованных активов. Китайский Shanghai Composite индекс сократился сегодня на 8,4%, а индекс рынка сырья Bloomberg Commodity опустился до самой низкой отметки за 15 лет. Еще 18% и индекс достигнет 27-летнего минимума. Следствием смутного времени на рынках является падение валют Канады, Австралии, России, так как они более всего зависят от стоимости сырья. Кроме того, инвесторы стараются экстренно избавиться от высокорискованных активов и валют развивающихся государств. В результате на рынке возросло число операций, проводимых в евро и иенах, которые в столь неблагоприятных условиях достаточно стабильны и демонстрируют рост. Сказывается на обстановке на рынке и снижении ожиданий относительно повышения базовой процентной ставки ФРС США на сентябрьском заседании. Если раньше участники торгов оценивали возможность подъема ставки в более чем 50%, то после сокращения курса юаня регулятором КНР – лишь в 34%. Если судите возможности повышения ставки в Федрезервном сентябре по евро и иене, которые существенно поднялись, то можно прийти к выводу, что это вряд ли возможно. Однако динамика фондовых индексов говорит об обратном. В момент открытия сегодняшних торгов валюты зоны евро и Японии подскочили до самых высоких отметок за полгода и шесть недель соответственно, что связано с ростом спекулятивных сделок. Мансур Мохиудин из ABS считает, что евро и иена пользуются спросом благодаря сокращению ожиданий подъема ставки американского Центробанка. Будьте в курсе новостей вместе с компанией ИнстаФорекс и увидимся в следующем выпуске.